Сейчас мы находимся на второй палубе Ра-Пауба, это палуба для нашего экипажа, где располагается наш камбуз, а также для вас пассажиров здесь уходит медицинский центр по науковой части, а также в курсалок сауна, еще по про меня сейчас находится наш конвенсатор, который у нас сейчас до 200 человек. Сразу хочу вас предупредить, так как мы находимся на борту сауна, курение на нем строго запрещено, а также будьте внимательны, когда будете находиться на пяток палуба, так как там сейчас столько и дабы не попрещено. Что ж, пройдемте. Длина нашего сауна составляет 142 метра. Любовь, на меня поглядывай, самое главное, вперед. Вот эти палубы располагаются при курории каючей, внешне, не с иллюминатором, и внутренне, без иллюминатора. Также здесь расположена торговая валерея, где вы сможете приобрести сувениры и подарки, и художественная валерея. На обратном пути у вас будет возможность посетить эти места. Кроме того, она сейчас проходит акция. При приобретении билетов на круиз с завтрашнего дня и на 13 октября вам предоспорядка 50%. Немножко расскажу о лайнере. Он был построен во Франции в конце 20 века. Первое название «Азур», что означает оттенок синего. И с 2017 года лайнер уходит в Кольчо-Чемноморском побережье. Длина лайнера 147 метров, ширина 22 метра, высота 37 метров. Средняя пассажировместимость около 500 человек, численность экипажа 250 человек. И идем мы со средней скоростью 16 морских узлов, это примерно 29 километров в час. Сейчас вы можете подняться на пятую палубу, вам покажут, как выглядит каюта, и расскажут уже о пятой палубе. Спасибо за внимание. Это пятая палуба. Это 1971 год, хорошо. А вот когда вы подходили к нему издалека, что вы видели? Чем он вам? Какая особенность? Да, цвет, интересные краски. И, наверное, две трубы. Да, две трубы, две пачки трубы, это то количество двигателей, которое есть у нашего майя. Надо сказать, что это вообще как керамический лайнер, он раньше курсировал по Атлантике. Поэтому те, кто боится штормом, будут совершенно расслабиться, потому что мы, точно же, качки и любые трубы в селе. Но на самом деле я хотела рассказать, что наша палуба является второй по степени важности после службы размещения в его сердце коронавирусом, поскольку здесь проживают и питаются пассажиры. Здесь у нас находятся два ресторана. Ресторан шведской линии Князь Владимиро. Нам предложили посмотреть каюты, и мы вот воспользовались. Они вот так вот перегоражены ленточками, но посмотреть можно. То есть тут у нас, вероятно, аватер-клозет находится, кровать двухспальная, и вот креслица, и вот этот иллюминатор. Иллюминатор почему-то... Это люксовский? Это люксовские номера? Я не понял. Так это люксовский или влокновенный? Ну, по крайней мере, вот этот номер сказали, что люксовский, и он гораздо больше, почему-то, мне кажется. То есть там уже не кресло, а вот стоит диванчик, но кровать, опять же, двухспальная, и также иллюминатор, зеркало, и вот зачем-то вот две... Эти самые, да. Вот это повышенная, да? А там у нее повышенная. А это, наверное, а вот это, наверное, скажем так, обыкновенная, скажем так, ну, эконом-классная, скажем так, да? Пойдем посмотрим. А, все, вот так вот, да? Ну, трех и четырех местные бывают. Если четырех местные, кровать опускать просто как в поезде. Классно. А вот то, что вы предлагаете... То, что вы предлагаете... То, что вы предлагаете... То, что вы предлагаете скидку, это вот этот случай, да? Ну, по ходу, да. По ходу, да. То, получается, за 14. То есть вот такой вот вариант за 14 тысяч. А на второй, на третьей, на четвертой палубе все будут вот так вот. Они будут без иллюминаторов. И, похоже, даже двух-четырех местные. Это вот шестая палуба. Палуба, она, она, как раз, так, не жилая палуба. Тут вот, здравствуйте, какие-то аниматоры. Приятно, как Князь Владимир, вероятно. Очень приятно. Очень поздните. Очень приятно. И можно подняться вверх еще, да? Да. А шестая палуба, она не жилая? Нет, здесь только концертные залы. Концертные залы? Зал Азур, караоке и на бассейне тоже проходят концертные программы. Спасибо. Здесь, пацифик, танцевальный зал. А по кормовым трапам можете подняться на восьмую палубу. Там тоже музыка. Можно подняться, да? Да, можете здесь, можно по кормовым. Хорошо, пойдемте, пойдемте, поднимемся здесь. Пошли в бочке. И там самый красивый вид на солнце. Обязательно. Восьмой палуб. Пошли вверх. И Любовь Николаевна идет и смотрит. Ну, может быть, и тем лицом, но она очень внимательно смотрит. Кто-кто? Да уж, было бы что комментировать, Любовь Николаевна. Куда мы идем? Выше? На восьмой. Ага, на восьмой. Это восьмая палуба, я так понимаю. Сэндвичи. Посмотрим. Здесь то место, которое нам рекомендовали посетить. Вот это тот вид, который нам нужно было посмотреть. Очень жалею, что... Развернись. Что телефон второй у жены. И мы не можем пока воспользоваться им. В силу каких-то причин. Сейчас, секундочку, подожди. У меня кончится заряд. Это самая, за этот. Да ты. Подожди, секундочку. Я прерву запись. Потом я продолжу.